Для сыра кочаковала я нагрела молоко до 38 градусов, запустила закваску термофильную и запустила йогурт на 200 грамм. С йогуртом созревает быстрее и лучше. Либо можно добавить йогуртовую закваску, либо болгарскую палочку. Здесь у меня греется сыворотка, я буду тянуть косы. Я уже тысячу лет не делала сыр кочаковала, поэтому я вот сырное зерно колье разрезала вдоль, поперек. Сейчас 10 минут оно постоит, буду резать на мелкие и вымешивать 40 минут до температуры 42 градуса. Этот сыр кочаковала, он очень трудоемкий. Если косы просто сделала сырное зерно и на этом все, то здесь, в этом сыре, здесь нужно потрудиться, нужно покорпеть, чтобы кочаковалы были вкусные и правильно вызревали, имели правильную форму. А пока мы тут с вами развлекались с косами и с моцареллой, у меня окатилась коза, покрылась она в 5,5 месяцев, окатилась сама, принесла одного козлика, послед вышел, я пошла доить нетель в обед, смотрю, а у меня там уже козлик. Телефона с собой не было, поэтому не сняла, вечером пойду сниму. Ну вот я вымешивала сыр 35 минут и у меня 42 градуса. Мне осталось догреть 3 градуса до 45, и вот такое сырное зерно у меня получилось. Потом я его выложу в форму и форму помещу в кастрюлю с водой, но на подставку, чтобы сырное зерно не касалось воды. И буду прогревать примерно час-полтора. Потом уберу, сначала просто на кухню поставлю, чтобы оно остыло. Буду выдерживать при температуре 50 градусов над сывороткой. А потом помещу на кухню, как остынет, помещу в сырную камеру, а завтра буду уже тянуть к очковалке. Нагрели сырное зерно до 45 градусов, на 20 минут оставляем, сырное зерно осядет, тогда будем выбирать зерно. Сейчас будет стоять 20 минут. Вот столько сырного зерна у нас получилось с 30 литров, но оно еще отцеживается, отцеживается. Сейчас я буду делать чередоризацию. Вот, сейчас поставлю тепло, налью в кастрюлю воды. Сейчас сниму вам, как это будет все происходить. А пока мы ходили в сарай, управлялись, у нас произошел вот такой казус. У нас обвалилась плита, лопнула и обвалилась. Хорошо, что Юрий Иванович тут. Сейчас с Сергеем поехали за новой плитой. Вот вам и непредвиденные растраты. Вот так все это будет выглядеть. Конечно, форма выше получилась, чем кастрюля. Но сейчас я закрою крышкой и накрою полотенчиком. Как только вода нагреется, у меня до 50 градусов, так я отодвину ее с плитки и постепенно буду, периодически буду ставить, подогревать, переворачивать сырное тесто. Ну и вот беда одна не ходит. Вот эта вот плита для печки вот такого размера, как наш, стоит 5800. Офигеть! Это просто кошмар какой-то. Несчастный вот этот кусок железа стоит таких денег. А сегодня, как я вам и обещала, мы будем делать сырка чековала. Вот у меня тесто, я его немножко разогрела и положила назад в ведерко. Сейчас мы будем греть тесто. Два раза я его согрела, потому что первый раз я загрузила, у меня вода остыла. Вот сейчас вода подогрелась, будем дальше творить. Так, это мне слишком много. Половину я уберу. Сырка чековала, он тоже вытяжной. Но само сырное тесто для этих сыров, оно делается немного по-другому. Так как там температурный режим другой. Не такой, как для сырок, для сырных рулетов, для моцареллы. Там немного другой температурный режим. А когда мы готовим сырное тесто для чековала, там другой температурный режим. Там все немного по-другому делается. Мы вот разогрели тесто и теперь собираем его как бы внутрь. Вот эта поверхность должна быть гладкая, ровная. С этого сыра мы не снимаем сливки и в результате вот что мы получаем. Все сливки уходят у нас как бы в сыворотку. Но если вы соберете все сливки, то сыр будет невкусный. Я пробовала в прошлом году. И меня не устроил результат такой, скажем, когда я снимала сливки. Вкуснее, когда какая-то часть сливок, конечно, потеряется, но не вся. Поэтому делаем как делаем. Молоко должно быть жирным. Вот мы так собрали и теперь делаем ему шляпочку. Вот здесь мы будем привязывать веревочку, чтобы они висели зрели. Поэтому здесь мы сильно тонко не делаем, иначе наш сыр... Веревка прорежет сыр и он уйдет. Теперь холодную воду. Я здесь уже наделала несколько кочекололок. Вот они остыли. Вот такие они получаются. Как сделаю все, так покажу, как завязываю веревочки. Вот такой сыр получается. Вот еще вот. Тут поменьше. Вот такой он будет. Вот такие кочковалки. Вот они. Вот так они выглядят. Они будут висеть сутки в доме. Они выровняются. Но висеть они будут после посола. Сейчас я их сделаю и посмотрю. Берем еще сырное тесто и разогреваем. Так будем делать, пока не делаем все. Я уже сделала 7 кочекололок. Вода горячая. Как тесто. Виснет на пальцы. Если мы будем бросать сразу в хорошо горячую воду, тогда тесто станет как апельсиновая корка. Поэтому я разогреваю его постепенно. У меня вот достаточно данной кочекололки. Сейчас я разомну все комочки. Буду складывать, вытягивать, разминать. Потом ваять кочекололки. На самом деле это не сложно. Гладенькая глянцевая корочка у него. Верхушечка, так скажем. Вот. И теперь делаем ему шапочку. Вот такая шапочка у нас получилась. Горлышко, так скажем. Вот такая кочковалка. Пускай в холодную воду. Периодически я их буду доставать, подформировать. Потому что сейчас они горячие. Какой-то пачок приминается, когда они лежат в кастрюле. Поэтому тесто такое. Все текучее. С таким тестом я очень люблю работать. Так, у меня была включена плита, надо ее убавить. Качоковала остывает дольше, чем коса или моцарелла. Это все зависит от того, что у них большое кельце. Большое, плотное. Тут буквально 2 минутки, и оно все подтаяло, растаяло. Так, и что? Под резиновыми у меня хлопчатобумажная перчатка. Так, но это будет слишком большая качкова. Наверное, но уберем. И вот такими движениями заправляем вовнутрь. Никуда не торопимся, потихоньку. Помаленьку. И вот теперь формируем горловинку. Вот такая качковалка у нас получилась. Сейчас она сильно горячая. Ее можно формировать как угодно. Она будет повторять форму рук. Вот эти уже хорошо у нас остыли. Вот, сейчас будем подформировать мы ее. Вот она маленько подостыла. И я пытаюсь ее сделать ровненькой. Вот, как только она остывает, она приобретать будет форму. Они сейчас слипаются в кипяке, собираются в комочек. Вот, она и все уже согрелась. Вот, сейчас мы будем расправлять все наши горловочки. Вот, какое огромное качковало у нас получилось. Ну ладно, пусть будет большая. Они со временем созревания, они должны созревать два месяца. Они будут усыхать, уменьшаться в весе, но ненамного. Вот, эти уже совсем застыли. Так, плохо видно, да, там что я делаю? Ну вот, я маленько подправляю те качковалы, которые я сделала до того, как. Пока они еще наполовину у нас такие мягенькие. Вот эту мы сделали только что. Ей надо подостыть получше. Когда он остынет, он станет твердый, и уже ему ничего не страшно будет. Вот такая качковалка. Так, а тут у нас еще тесто на две штуки. Забросим сразу все. Вот сколько масла у меня еще в ведерке тут. И в кастрюле. Прям вот видно. Желтое, это все жир. Конечно, такой сыр делать легко, но для меня что косы, что моцарелла, это лишняя уборка на кухне всегда. Когда я делаю, я все везде плюхаю, все везде брызгаю. И поэтому не особо-то удобно. Потом просто не хочется все это отмывать по-новому. Ну, никуда не денешься. Приходится отмывать. Весить его можно как угодно. Это тесто. Как обычное мочное тесто у нас. У меня еще одна пластиночка осталась. Ух, горячо-ка. Ничего не скажешь, что не горячо. На самом деле горячо. Я не училась на сыроварах, и поэтому я не знаю, почему именно этот сыр делается не со снятых сливок, хотя на учебные сыры и мы сливки снимаем. А на этот нет. В чем причина, я не знаю. Поэтому, девочки, кто учился на сыроваров, ответьте нам на этот вопрос. Где собака зарыта в этих сырах? Почему он именно должен делаться из цельного молока? Может быть, какой-то преподаватель, какой-то девочки, моим телезрителям, если вы делаете. Опять телезрителям. Моим подписчикам, может, кто-то заканчивал школу сыроваров. Ответьте на этот вопрос. Да, конечно, мне тоже хотелось бы закончить хоть какие-то курсы сыровар. Но пока у меня на это нет денег и нет возможности. Поэтому я училась о своей сыре делать. У Ольги Лазаревой она дает полный урок. Как, что, зачем и почему. Не просто основу сыра, а прямо у нее видео уроки, и она показывает, сколько она это делает. Вот столько жира у нас плавает в кастрюле. Да не беда. Вот так я уляпала всю свою кухню. А теперь мы будем подправлять наши кочаковалки. Вот сколько масла плавает в тазу. Вот какие они красивые, когда уже остыли. Ну, они выровнятся, пока будут висеть сутки в доме. Сейчас они еще внутри не совсем. Остыли, поэтому мы можем их подправить. Это наш огромный качаковал. Вот так. Вот они какие-то красавчики. Прям красавчики. Я очень люблю форму этого сыра. Она мне очень нравится. Именно из-за формы. Это полутвердый сыр. Есть его можно уже через 10 дней, но через 2 месяца он становится обалденно вкусный. Знаю, не понаслышке. Я отправляла эти сыры в Крым, к племяннику. И одно качаковало. У него очень долго висело. На нем стала расти синяя плесень. Плесень он обмыл. Все посрезал. И маленький сынишка у него отобрал и не выпустил срок, пока он его не сгрыз. Он был твердый, но он подсох, конечно. Он у него висел месяца 3, наверное. Да, все сыры со временем покрываются той или иной плесенью, либо белой, либо голубой, поэтому их надо промывать солевым раствором, либо под проточной водой. Но я пошла более легким путем. Я купила себе вакууматор и сыры я теперь вакуумирую. Вот как только качаковалы созреют, они покрываются оливковым маслом, я их завакуумирую. Вот такие сыры у нас получаются. Красота! Вот столько жира по краям таза при изготовлении качковал из чистого молока у меня получилось. И в кастрюле сколько масла? И в кастрюле. Вот столько сверху плавает масло. И вот это. Мне просто интересно, кто учился у сыродила, скажите, пожалуйста, вы задавали такой вопрос, почему качковала делается именно из чистого молока? Без снятия сливок. Вот такие качковалки у нас получились. 20 минут они будут лежать в холодном рассоле. Потом я их вывешу на сутки при комнатной температуре, а потом в камеру для созревания. Вот такие качковальчики у нас получились. Висят они у меня на решетке. Висеть будут до завтрашнего обеда. Завтра в обед подвешу их в камеру. Посмотрим, как у них вытянутся шейки.